Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео буду разбирать ошибки в реплее, которые прислали в группу ВКонтакте. Можете присылать, посмотрим, разберемся. Этот реплей из разряда, который я обычно откладываю и просто письменно там отвечу, типа там-то, там-то были ошибочки, но я решил записать видосик и в комментариях напишите, интересно ли вам рассматривать в видео реплеев, даже если в них было не слишком много ошибок или бой был недостаточно там какой-то интересный, недостаточно насыщенный, но есть о чем поговорить в целом. Не то, что прям чел АФК стоял и что-то в бою происходило, рассказывать есть о чем, но мне иногда кажется, что недостаточно интересно, я же хочу все время, чтобы было прям аж полностью на максимум на 200 процентов, а этот реплей, допустим, ну просто такой, типа на 90 процентов. Напишите в комментариях, понравится ли вам такой бой и разбор такого реплея, или выбирать только там, где самый сок. Карта у нас не особо интересная, аэродром. Наш герой играет на ИС-2Э, это седьмой уровень, тяж, и в азоде у него Т28HTC, смартфон седьмого уровня ПТ, акционная за ЛБЗ. Что мы видим в начале боя, разъезд. Разъезд в целом даже не сильно плохой, правда некоторые тяжи не поехали на центр карты, на основное направление, где чаще всего тяжики стоят, бодаются друг с другом, но в целом не стали стоять на базе. Плохой разъезд на этой карте, это когда все союзники сидят на базе и ничего не делают, либо поехали все на воду и сдохли об один танк. Вот это плохой разъезд. Если они примерно хоть куда-то поползли, это уже более-менее, ну, пойдет. Зная нынешний скилл в рандоме, лучше уже так, чем то, что я только что описал с водой и базой. Плохо, что в бою есть три артиллерии в каждой команде, причем очень много М44. Дай бог здоровья разработчикам, которые следят за балансом и М44 абсолютно не нагибает, в скобочках нагибает. Это плохо, что три артиллерии и она будет прокидывать наши позиции очень часто. Если артиллерия будет стрелять с того места, где она родилась, а рождается она вот здесь, то она будет прокидывать нашу дорожку, куда мы собираемся выезжать. Наш герой собирается здесь играть. Артиллерия здесь прокидывает, не прокидывает вот здесь, под скалой. Поскольку арта будет кидать отсюда, то здесь нужно укрытие. Арта будет стоять здесь и будет кидать по этой линии. Со стороны огня артиллерии должно быть укрытие. Вот наше укрытие, вот наше укрытие, если мы налево на балкон поедем. Если мы выезжаем из-за этих укрытий, вот сюда, вот сюда, то мы получаем от арты. В этом бою арта в нас будет стрелять мало, что странно, видимо она была занята чем-то другим. Также мы видим, что у нашего героя стоит измененная компоновка, очень хорошее оборудование для советских танков. Для каких-нибудь американских или немецких танков и тому подобных, которые горят не из-за баков, а из-за двигателя, для таких танков измененная компоновка редко приносит пользу, поскольку основная проблема таких танков, как американские СТ и ТТ, немецкие тяжи и там СТшки, основная их проблема в том, что они горят в жопу и через борта, в заднюю часть танка. Но горят они не через баки, а горят они из-за двигателя. Каждое попадание по двигателю дает шанс, что мы загоримся. Советские же ведра и китайские, мало того, что у них часто критуются баки, двигатели, там боеукладки в затылках и где попало, они часто горят из-за баков, а вот из-за двигателя намного реже. Поэтому для китайских и советских танков измененная компоновка чаще приносит пользу, чем для остальных. Но если в целом говорить, то это хорошо для советских танчиков, поскольку они горят из-за баков чаще всего. Но если в двигатель бахнуть, то из-за двигателя тоже могут загореться. Плюс баки, плюс боеукладка в затылке, в НЛД там все ломается, в общем вы поняли. Надеюсь, что остальное оборудование это досылатель и стабилизатор. Дальше мы смотрим, куда едет наш герой. И едет он в одну из самых плохих позиций на этой карте. Сейчас объясню почему. Во-первых, это единственный прострел, куда могут стрелять вражеские ПТ, которые сидят сзади на балконе. Им больше некуда стрелять, поскольку тут везде скалы, бугры, они мешают. Это единственная дырка, куда можно нормально пострелять. Это единственная дыра, где все ПТ-шки сидят и ждут, когда вы туда вылезете. Сейчас приедет наш совзводный и здесь удохнет. Все будут стрелять в него, мы будем прятаться из-за скалы, иногда выезжать, стрелять, когда враги будут на перезарядке и отвлекаться. Мы будем выезжать по своей перезарядке, стрелять и заезжать назад. Да, в целом можно выезжать в опасные зоны, если выехал, быстро стрельнул и заехал, когда враг перед тобой отвлечен и больше никто не напрягает. Мы быстро выкатываемся, стреляем, враги издалека не успевают стрельнуть, мы закатываемся быстро назад, все. Но в целом было видно, что наш герой и его совзводный не так решили играть. Они просто приехали сюда прям рубиться с врагами. Это не то место, где стоит рубиться. На этот проезд стоит обращать внимание и стрелять по врагам, но не стоять в нем, в этом проезде, в этом проеме, потому что еще и арта сюда может прокидывать. Также, когда мы сюда выкатываемся, на более высоких уровнях более умелые игроки занимают вот эту скалу на центре с кустом. И через этот куст со скалой легко нас убивают здесь. Поэтому, когда вы сюда подъезжаете, во-первых, наш герой сразу смотрит направо. Но, на самом деле, сначала нужно было смотреть сюда. Поскольку, если здесь есть враг, и он стрельнет, и засветится, пока вы развернете на те же башню на него, он уже спрячется от башни, вы его там не найдете, там хороший рельеф. Поэтому, на самом деле, мало того, что сюда не нужно вылазить, так еще и смотреть нужно сначала сюда. Также еще следующая ошибка нашего героя, это то, что он выкатывается корпусом вперед. Если со стороны врага посмотреть на нашего героя, то очень хорошо видно НЛД, корпус, лючок, ВЛД, все видно. Таким образом, выезжать из-за поворота плохо, так не нужно. Если и собирался сюда выкатываться, то нужно было бортом чекать врага. В таком случае мы покажем только борт. Борт не пробивается, если поставить правильный угол. И после того, как враг стрельнет в борт, если он догадается туда стрельнуть, это надо быть не особо умным, чтобы так делать. Он стрельнет, будет рикошет вдоль борта, или в гусеницу попадания, тогда можно будет откатиться назад бортиком, стрельнуть в него и назад спрятаться за укрытие. Также, когда мы выезжаем бортом, особо везимых зон никаких не видно. Если наше укрытие справа, и мы выкатываемся вперед ногами из-за укрытия стрелять по врагу, то в момент стрельбы враг видит все, что находится слева от орудия. А слева от орудия у нас находится лючок, пол башни, ВЛД, НЛД, целый кусок танка. Теперь давайте представим, если укрытие у нас находится с левой стороны перед танком, и мы вдоль борта играем от укрытия, то в момент, когда мы стреляем, враг будет видеть краешек башни и длину нашего борта. Он не будет видеть ни ВЛД, ни НЛД, ни больше ничего. И пробить ему будет намного сложнее. Выкатываться двумя ногами вперед из-за укрытия, это не очень. Нам повезло, что Т-29 стрельнул в скалу, он мог спокойно нанести нам урон, и в принципе мы могли потерять здесь свое ХП. Вот приезжает наш совзводный, мы выкатываемся, стреляем по КВ-2, потому что он был на перезарядке. Хорошо, что наш герой слышит, когда враги стреляют, когда они на перезарядке, он это понимает, и это хорошо. Но он в свету выкатывается на врагов. В свету. И сдалека ПТшки и Арточки стреляют не по нему, а по его совзводному. Также мы на заряженный танк выехали, и получили пиздюлину. Да, мы разменялись, у нас больше альфа, в целом это для нас в плюс, но так себе. Не лучший вариант разыгрывания боя, но и не самый плохой. В целом уже видно, что здесь находиться довольно-таки опасно. Через время мы здесь умрем, потому что мы, наш совзводный, сливаем здесь ХП. Конечно, в ответ мы наносим урон, но это не та игра World of Tanks, которую нужно показывать, чтобы держать стабильно высокий результат и играть всегда на победу. Да, конечно, в такие моменты выставлять бортики, выезжать от борта, это будет еще дольше. И в таких опасных простреливаемых позициях долго юлозиться на месте и подставляться под врага тоже не стоит. Иногда лучше выехать как есть, стрельнуть и быстро заехать. Вот мы видим, что наш совзводный уже умер, и наш герой понимает, что находиться тут не очень. В данной ситуации, когда мы играли против Т-34-100, нам нужно было играть от борта, наносить бесплатно врагу урон, и нам очень сильно повезло, что Т-34-100, стреляя голдой, не нанес нам урон. А у него такая возможность есть, на голде наносить нам урон, нам крайне сильно повезло. Также нам очень сильно везет еще, что артиллерия в нас не стреляет, хотя их три штуки, и мы весь бой стоим под артой. Опять же, арта стреляет в КВ-2, нас артиллерия никак не цепляет. И в целом, пока что нам везло. ПТшки и арточки сначала фокусили нашего совзводного, потом арта фокусила КВ-2. В целом, мы весь бой на везении проводим, но и мы не так сильно подставляемся, как наши союзники, которые уже поумирали. В целом, наш герой более устремлен к выживанию, не стоит в полный рост в самом простреливаемом проеме, пытается после каждого выстрела заезжать в укрытие. Это правильная игра на танке, который играет от Альфы. Поскольку стоять нам на перезарядке в простреле врагов смысла нет. Хотя бы это наш герой понимает, и это хорошо. Вот, наконец-то, нас начинает наказывать артиллерия, поскольку мы в этой дырке остались уже одни, и наш герой понимает, что там плохо, и едет направо. Здесь никакой особо поддержки прям местной от союзников не будет, поскольку союзников почти нет. И у нас осталось 500 хп, но все враги шотные. Мы едем вперед, и тут, в принципе, три врага. Мы сейчас находимся в простреле у арты, быстро убиваем шотного, и едем в свету вперед. То, что мы двигаемся, и быстро убили врага, это хорошо, потому что мы в свету, и в простреле арты нам стоять нельзя, нужно куда-то двигаться, либо вперед, либо назад. Но сейчас мы на перезарядке едем вперед. Это ошибка, потому что на карте светился Т-34, и сейчас он светится, и это ошибка в том, что у нас есть информация, но мы ей не пользуемся, поскольку Т-34-85 на горе в свету целится в нас и будет наносить нам урон в борт. Этого урона можно было легко избежать, и ехать на перезарядке под прострелами врагов смысла нету никакого, особенно в данной ситуации. Мы получаем попадание Т-34-85, нам повезло, что он не нанес в борт урон, хотя мог. Мы остаемся тут в простреле арты, едем на Т-34-85, выцеливаем его в дырочку, он стреляет и просто уезжает. И снова мы здесь в простреле всего, катаемся, и нам все равно. Мы не занимаем какие-то укрытия, чтобы спрятаться от арты, не занимаем укрытия, которое будет нас защищать от прострелов арты, которые очевидно в какой стороне стоят. Мы просто катимся вперед. Если ПТ-шка переехала и заняла балкон справа и тоже нам в бочину стрельнет, нас это ничего не волнует. Мы увидели Т-34-85 и едем на него. Это очередная ошибка, за что мы получаем 240 урона от Су-8. Очень много урона мы получаем, очень много ХП мы тратим в никуда, потому что мало смотрим на мини-карту. Соответственно, мы тратим лишнее ХП, которое нам могло бы пригодиться, чтобы затащить катку. И если бы враги были посмышленней и играли более слаженно, то нам бы не хватило нашего ХП, чтобы затащить катку, потому что в целом, сейчас любой выстрел от любого врага может отправить нас в ангар. И нам очень сильно везет, что сейчас СУ-100У не попадает. Мы без полного сведения стреляем рикошетом и едем вперед. Опять выцелим СУ-100У. Нам везет, что он опять не попадает. И продолжаем, нанося ему урон, давить вперед. Стандартная стрельба с СОУ кривых. Сейчас еще одна ошибка. очередная. Эту ошибку даже у себя я замечал раньше. И у многих эта ошибка есть. Вижу врага, вот на враге прицел. Я сейчас буду с чего-то спрыгивать, падать, быстро съезжать или какой-то холмик, на котором я сильно наклоню танк. Казалось бы, прицел на враге, я стрельну и поеду дальше. Запомните, если перед вами какой-то вот такой вот спуск, нифига не ровный, вы сначала спуститесь, а потом стреляйте. Я вам гарантирую, что почти всегда, когда вы будете стрелять во время спуска, вы будете стрелять мимо. Сохраните этот снаряд и после спуска стрельните. Поскольку, когда вы на перезарядке, вы никому не опасны. А у нас 96 хп, у врага 553. Соответственно, наблюдаем следующую картину. Наш герой в прыжке стреляет и у нас перезарядка лет 50. А у экскалибра перезарядка быстрая. Но пока он там юлозил жопу на скале, он не умастился и не стрельнул. В принципе. Едем вперед, СУ-100У не попадает по нам, потому что мы прятали за скалой. Здесь невероятный выстрел мимо врага и нам только из-за ВБРа повезло. В тот момент, когда наш герой взял на автоприцел СУ-100У, у нас большая часть прицела была наведена на рельеф. И нам повезло, что снаряд полетел в верхнюю часть прицела и мы попали. Вообще, нужно было зайти в прицел, навестись примерно вот сюда и нажимать выстрел. Шансов попасть было бы больше. Также заметил, из-за того, что наш герой в снайперский прицел заходит колесиком, заходит он неаккуратно, долго и выцеливает дольше, чем, допустим, я шифтом. Нажал шифт, вошел, стрельнул, вышел и смотрю вокруг. В прицеле сидеть сильно долго нет смысла. Зашли, свелись насколько нужно, стрельнули на упреждение или без упреждения, вышли. Все. В прицеле сидеть там, елозить, колесико накручивать куда-то вперед-назад нет смысла, поскольку нужно смотреть по сторонам, что вокруг в бою происходит и на мини-карту. Видим, что пока наш герой накручивает колесики в прицеле, он очень часто не следит за картой, из-за этого теряет лишнее хп, а без хп затащить намного сложнее. Вот такой бой, вот такой разбор, не самый интересный, конечно, бой, но в целом неплохой. Буду чаще брать реплеи для видосиков, даже если они мне показались не слишком интересны. обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты, зовите своих друзей, пусть они тоже присылают реплейчики, посмотрим, пообщаемся, с вами был Арчик, играйте красиво, всем пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова